Служба безопасности Украины совместно с Федеральной службой по контролю за наркотиками Российской Федерации задержала группу наркодилеров. Среди злоумышленников три жителя Запорожья. На протяжении длительного времени они перевозили в Москву наркосодержащие таблетки, из которых впоследствии производили метамфетамины. На сегодняшний день исследователи устанавливают всех фигурантов этого дела. В частности, причастны ли к этому запорожские врачи. Подробности узнавали наши корреспонденты. Наркодилеров задержали в поезде во время повторной таможенной проверки 7 марта. Две женщины-гражданки России направлялись в Москву из Запорожья. В их личных вещах СБУшники нашли 37 тысяч наркосодержащих таблеток. Предприимчивые пассажирки замаскировали запрещенный товар в коробке из-под конфет и сока. Брали пак от сока, скрывали снизу, туда сок выливали, засыпали таблетки, заклеивали и в виде сока провозили. Или в коробках вместо конфет положили. Предъявляли таможенникам как подарок из Украины, своим родственникам в Москву. Как рассказывают в СБУ, в состав таблеток, которые перевозили наркодилеры, входит псевдоэфедрин. Из них в дальнейшем уже в московской подпольной лаборатории изготавливали психотропный препарат метамфетамин. Сырье завозили в Москву из Запорожья поездом. Как установили следователи, работали курьеры таким образом уже довольно давно. Они в неделю провозили где-то в таком же количестве 37-40 тысяч таблеток. Это примерно 1300 гривен стоимость только таблеток от них. А если их переработать в наркотики, это можете представить, какая стоимость возрастала в городе Москве. Лекарственные препараты, которые перевозили в Россию, запрещены, так как относятся к наркотическим и психотропным. У нас же их отпускают по рецепту врачей, говорят специалисты. Поэтому в Украине таблетки было проще приобрести. Сегодня следователи устанавливают, каким образом злоумышленники доставали препараты и причастны ли к этому медицинские работники. Много было препаратов турецкого производства, что направляет на мысль, что много из Турции завозилось этого препарата. Тоже контрабанды, возможно, путем. На сегодняшний день по этому делу задержаны 8 человек. Три жителя Запорожья и пятеро москвичей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.